Вести Карачаева, Черкесия Вархызе прошел день зимних видов спорта. Далее подробности. Предприятия Карачаев-Чекесия успешно осуществляют маркировку минеральной воды. Еще в декабре 2021 года стала обязательной маркировка упакованной минеральной воды, а с 1 марта прошлого года обычной питьевой в бутылках. С 1 ноября прошлого года все, кто производит и продает маркированную воду, должны ввести объемный сортовой учет во время приемки и при выбытии товаров по любым причинам, кроме продажи. На сегодняшний день предприятия региона, уложившись в установленные сроки, успешно осуществляют маркировку производимой ими продукции. На территории Карачаев-Чекесии осуществляют деятельность по производству упакованной воды 20 предприятий, в их числе 4 крупных производителя – «Аквалайм», «Меркурий», «Карачаевский пивзавод» и «Архыз Оригинал». Производство оснащено самыми современными линиями розлива, в том числе от линий мировых производителей оборудования. Системы автоматического розлива, укупорки, упаковки, политизации роботам позволяют увеличить производительность и гарантировать стабильно высокое качество. В основном местом добычи воды является Архызское ущелье. Продукция представлена в широком ассортименте в различных объемах упаковки – от 0,5 до 19 литров. Отметим, что экспорт упакованной питьевой воды является одним из ключевых показателей роста экспорта региона в сельском хозяйстве наряду с экспортом продукции животноводства и растеневодства. Экспорт из Карача-Чекесии в Перу. Как организовать, об этом расскажут на совместном вебинаре российского экспортного центра Дмитрия Родригес-Попова, представителя Министерства сельского хозяйства России в Республике Перу и представителей консалтинговой компании SHV Abigados на тему «Рыбный рынок Перу. Возможности экспорта мероприятия» пройдет 9 марта. В Республике завершился первый тур дополнительной иммунизации от полиамилита. Двухтуровая иммунизация велась в период с 27 февраля по 5 марта. Следующий состоится с 3 по 9 апреля. Напомним, вирус полиамилита поражает в основном детей в возрасте до 5 лет. За считанные часы он может привести к общему параличу. Полиамилит неизлечим. Соответственно, единственным эффективным методом профилактики этого опасного заболевания на сегодняшний день является вакцинация. Необходимость в вакцинации связана со сложной эпидситуацией на Северном Кавказе. С одной стороны, в Северокавказском федеральном округе выявлена циркуляция полиавируса. С другой, из-за отказа ряда родителей от плановых прививок снизился уровень коллективного иммунитета к полиамилиту. Священнослужители в один голос напоминают, что безответственное отношение к своему здоровью – это и есть тяжкий грех. Комментирует благочинный Северного Крача-Чикесского церковного округа Александр Нартов. Я не являюсь врачом, я не могу быть компетентен, но я знаю одно, и хочу к этому всех призвать. Одной из добродетелей, которую христиане должны во время этих дней попытаться в себе воспитать или попытаться к ней приблизиться, она называется послушание. Мы призваны слушаться Господа Бога, Его заповеди, Его волю. Мы призваны слушаться старших, своих родителей, своих наставников. И, конечно же, в данном случае мы должны слушать компетентных людей. Это врачи, это медицина, которая уже веками занимается проблемами здоровья. И, конечно же, я призвал бы всех, братьев и сестер, всех христиан, слушаться врачей, внимательно относиться к собственному здоровью. И, конечно же, это здоровье не использовать во вред себе и близким, но использовать его во благо. Жители Карачаево-Черкесии могут получить статус социального предпринимателя и грант на реализацию своего проекта. Для чего это необходимо и куда обращаться, расскажет гость студии, начальник Центра инновации социальной сферы Джамиля Карасова. Уважаемые предприниматели Карачаева-Черкесской республики, хочу напомнить вам, что до 1 мая Центр инновации социальной сферы принимает документы на признание предприятия социальным. Для этого нужно вам обратиться в Центр мой бизнес по улице Ленина, 53, Центр инновации социальной сферы. Если ваша деятельность связана с трудоустройством социально уязвимых слоев населения, или же ваша деятельность направлена на решение проблем общества, вы, в принципе, можете считаться социальными, но для этого вам нужно пройти вот эту процедуру. В этом году благоустройство коснется 12 общественных и 56 дворовых территорий в 16 муниципалитетах. Будут установлены детские игровые и спортивные площадки с резиновым покрытием, а также уличное освещение, лавочки и урны. Общественные территории будут благоустроены в Черкесске. Это каскадная лестница на спуске в Парк культуры и отдыха «Зеленый остров», Карачаевские аллеи по улице Мира, а также в Усть-Джигуте, Преградненской, Медногорском, Эркиной-Йорте, Апсуах, Абези, Инжичикуни и Псыже. Одна из этих 12 общественных территорий – это Центральный парк в Усть-Джигуте. Победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Его строительство, которое планируется начать в текущем году, должно завершиться до конца 2024 года. А еще один победитель в таком же конкурсе – Парк культуры и отдыха «Зеленый остров» в Карачаевске – откроется уже в мае этого года. Всего же в нашей республике до конца 2024 года будут благоустроены порядка 500 дворов и 150 общественных территорий по проекту формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». В южной части Черкеска на улице Даватора в скором времени появится новая аллея. Демонтаж старого асфальтового покрытия уже начался. Вскоре строители приступят к установке 700 бордюров и укладке 1300 квадратных метров тротуарной плитки. Протяженность общественной территории составит 158 метров. По словам мэра города Алексея Баскаева, место отдыха будет оснащено 10 лавочками, урнами, а также различными малыми архитектурными формами. Уютный теплый свет на аллее обеспечат 10 трех рожковых фонарей. Баскаев делал акцент на том, что строителям поручено не затягивать с благоустройством ни на одной из стадий. Благодаря принятым Следственным управлением Следственного комитета России по Карачаевске, с этим мерам руководитель коммерческой организации возместил причиненный бюджету страны ущерб на сумму более 45 миллионов рублей. Следственным установлено, что в период с января 2018 по январь 2020 года в рамках налоговой проверки, проводимой в коммерческой организации, специализирующейся на торговле автомобильными деталями, были выявлены многочисленные нарушения в декларациях компаний, что повлекло недоимку в казну в особо крупном размере. Жительница Тиберды лишилась 320 тысяч рублей, поддавшись на уловки мошенников. 28-летний пострадавший на мобильный телефон позвонил неизвестный и предстался сотрудникам полиции. Злоумышленник сообщил, что идет мошенническая атака пострадавших около 100 человек, и чтобы обезопаситься от мошенников, ей необходимо получить кредит. Следуя руководцам злоумышленника, женщина получила кредит в размере 320 тысяч рублей, который перевела 32-мя транзакциями на разные абонентские номера. МВД по Карача-Чекеси в очередной раз призывает жителей к бдительности. Не стоит доверяться незнакомым людям и их обещаниям. Мошенники используют любые предлоги, чтобы получить ваши деньги. В связи со сходом снежного покрова, установлением положительных среднесуточных температур воздуха, а также просыханием поверхности почвы и надпочного покрова, в республике объявлен пожароопасный сезон. Ограничений при посещении лесов для населения не предусмотрено, но усиливается контроль за соблюдением пожарной безопасности. В частности, запрещаются отжиги прошлогодней травы. В целях подготовки к пожароопасному сезону проведена ревизия сил и средств пожаротушения. Региональная Минприроды просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Обязанности лиц, находящихся в лесу, исключить возникновение внешних источников зажигания. 8 марта радиотелевизионный передающий центр Карача-Черкесии включит архитектурно-художественную подвеску в Черкесске в честь Международного женского дня. Праздничный сценарий подвески будет работать с 19 до 23 часов. Башня засияет разноцветными гирляндами, беговой дорожкой тюльпаны и розы, а также будет показана надпись с Международным женским днем. Поздравления изображения роз и тюльпанов и других символов праздника покажут телебашни Казани, Калуги, Костромы, Кызыла, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Пензы, Перми, Самары, Саранска, Домбова и других городов России. В рамках клуба выходного дня в минувшие выходные посчастливилось отдохнуть 60 учащимся из Зеленчукского района, отличившимся в учебе и спорте. Ребята отдохнули в гостинице «Гранд Виктория Домбая». Для них были организованы мероприятия гражданской патриотической направленности. Командная историческая квест-игра «Мы патриоты Родины своей» выявила уровень знаний по истории, военному делу и первой доврачебной помощи. Дети проявили сноровку, быстроту мышления и сплоченность. Победители были награждены маленькими сувенирами. Экскурсия по Домбаю, путешествие по канатной дороге позволило насладиться красотами горного пейзажа в снегопад. В Центре выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Республики «Спутник» подвели итоги реализации проекта «Испытания аулом», в котором приняли участие ученики школы кино «Киностарт», создатели, актеры, съемочная команда фильма и партнеры проекта. Проект был реализован при поддержке Фонда президентских грантов и подразумевал создание полнометражного художественного семейного фильма, сделанного в регионе. В течение нескольких месяцев творческая команда под руководством опытных кинематографистов из Москвы, Казахстана и Башкортостана вела съемки в ауле Козыл-Тагай, Нагайского района и Черкесске. Живой и динамичный сюжет в комедийном ключе рассказывает историю Тимура, городского 11-летнего блогера, который заключает пари с отцом, что без особого труда сможет месяц прожить в ауле. Там его ожидает череда испытаний и маленьких открытий. В поселке Архиз прошел день зимних видов спорта, посвященный 22-м Олимпийским зимним играм 2014 года в Сочи. В мероприятии приняли участие большое количество участников и из разных городов и районов республики, которые, несмотря на погоду, с удовольствием посоревновались в хоккее на снегу, проверили свои командные качества в перетягивании каната, снежном дарте, прокатились на ватрушках и, конечно же, вкусно поели. На курорте Архиз с 10 по 12 марта пройдет ежегодный фестиваль электронной музыки и спорта «Ритм Гор». Любители активного отдыха ждут экстремальные соревнования, выступления артистов, кинопоказы, лекции и мастер-классы от профессиональных райдеров. Начнется фестиваль массовой спортивно-танцевальной разминкой на главной площади курорта в поселке «Романтик». В программе первого дня дневная вечеринка под сетей диджеев на открытой веранде ресторана «Вкус гор». Вечерние кинопоказы, встречи со спортсменами и лектори об экстремальной культуре сноубординга. 11 марта в сноупарке на выкате Южного склона в «Романтике» пройдут спортивные соревнования по сноуборду и лыжному фристайлу. Профессиональные райдеры покажут трюки на перилах, дропах, боксах, слайдерах и трамплинах. 11 и 12 марта также на курорте и в поселке Архыз запланированы вечеринки на открытом воздухе, концерты инструментальной музыки и выступления приглашенных диджеев. Хедлайнеры фестиваля приедут из Москвы, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону и Пятигорска. Спортсмен из Карача-Чекесии Исмаил Махожев стал призером первенства России по самбо. Он провел 8 схваток, причем с растяжением связок и привез золотую медаль. Еще один победитель Азнаур Папшуову одолел всех своих соперников возрастной категории от 18 до 20 лет и получил специальный приз в номинации «Лучшая техника». Теперь у наших спортсменов есть право представить сборную России на первенстве мира по самбо. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, утром в отдельных районах туман и гололедные изморозевые явления. Днем преимущественно без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, а в горах при порывах до 11-14 метров в секунду. Температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, а в горах минус 1, плюс 4. На дорогах Республики местами гололедится, а в горах сохраняется лавиноопасность. В Черкесске днем без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 10 градусов выше нуля, и утром на дорогах гололедится. Таковы некоторые события Республики. Новостной блок провела Рита Нерова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До новых встреч!